На Омском велотреке прошел открытый Кубок Омской области по армейскому рукопашному бою, посвященный выдающемуся тренеру Владимиру Зборовскому. Память об уникальном человеке, подготовившем 15 чемпионов мира, несут сквозь поколения его ученики, блистающие на мировой арене – Корешков, Сарнавский и Шлеменко. Именно прославленный боец ММА стал одним из организаторов турнира после смерти заслуженного тренера 9 лет назад. Я понял его предназначение в нашей жизни. Больше не в моей жизни, а в жизни двух прекрасных ребят – это Александра Сарнавского и Андрея Корешкова. Если бы не было Владимира Атольевича Зборовского, вряд ли мы с ними бы сейчас были как одно целое, как одна команда, которая радует и прославляет наш город на весь мир. За годы турнир только окреп. Бои стали еще интереснее, а соперники – мастеровите. По признанию самих спортсменов, Омская школа – одна из сильнейших в стране. Поэтому выиграть дома весьма почетно. Нередко выяснять, кто сильнее на одном ковре, приходится партнерам по клубу. Соперник из моего клуба, мы общаемся хорошо, и это было трудно. А еще плюс пять минут боя, тоже было очень трудно дышать. Но, к моему удивлению, время прошло быстро. Мы договорились, может, и не вовсю, но кто кого перехитрит, кто кого переиграет. И не с незначительным преимуществом, несколько баллов, я оказался чуть похитрее. Поистине главный бой финального дня показали представители клубов «Шторм» и «Игра». Здесь было все. Адреналин, столкновение характеров и противостояние болельщиков стенка на стенку. К окончанию поединка трибуны скандировали попеременно на звание клубов соперников. Но не громкая поддержка, а апелляция решили исход встречи. Заслуженную победу с незначительным перевесом сначала присудили бойцу из клуба «Игра». Но после апелляции звание чемпиона перешло представителю «Шторма». Это мой первый бой на таком уровне. В основном, это только на тренировках было. Это последний финальный бой был у меня очень сложный. Я не ожидал, что дополнительную минуту могу дать. Соперник был на уровне. Уважение. Хороший, опытный парень. Гости из других регионов и Казахстана. Всего 250 участников. Три дня боролись за финальные места. По итогам мемориала среди 15 клубов победителем по количеству медалей стал «Шторм», открытый совсем недавно прославленным бойцом Александром Шлеменко. На втором месте остался их главный конкурент – клуб «Игра». В следующем году бойцы вновь поспорят за звание лучшего омского клуба на традиционном мемориале Сборовского. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok